Продолжение следует... Это наш Канадский колледж. Они готовы уже завтра под ружье и в дальний путь служить. И в нашем регионе многие хотят наоборот выехать за пределы Мурманской области, посмотреть на мир. Где-то как по-другому живут люди. Хоть и велико желание посмотреть мир, но служить придется на родной земле. По крайней мере 50% новобранцев дальше Мурманской области не уедут. Остальным будет предложено пройти службу в военных частях и подразделениях Московской, Ленинградской и Архангельской областей. Небольшой процент призывников будет направлен на Балтийский флот, а также в элитные подразделения, которые хоть и формируются сейчас за счет контрактников, но периодически пополняют свои ряды срочниками. В том числе и 76-я дивизия ВДВ Псковская, в которую мы всегда отправляли ребят, они комплектуются большей части уже контрактниками. Бывают периоды определенные, когда они берут производников. Возможно и в этом году будет тоже. Также еще у нас есть части спецназа рейтинской разведки, относящиеся к главному управлению генеральному штабу, разведку на управление. Они тоже будут комплектоваться в этом году. Там не много ребят, но туда попадут точно. Туда в один-два человека возможно. К слову, популярность контрактной службы среди призывников Кандалакши растет. Возможность выбирать, как отдавать долг родине, появилась сравнительно недавно. Хочешь год служи срочную, хочешь два года по контракту. Причем, если раньше такой вариант был доступен ребятам с высшим образованием, то теперь стать контрактником могут также выпускники колледжей. Не только могут, но и хотят. На данный момент заявление о призыве на службу по контракту написали уже 11 кандалакшан. Продолжение следует...